КФУ в национальном проекте наук и университеты. Что предложил ВУЗ? Акулы бизнеса делятся своим опытом в КФУ. Как определиться с карьерой в современных условиях? В КФУ состоялось заседание рабочей группы номер 4 по вопросу привлечения федеральных средств в экономику Республики Татарстан в 2023 году. Его участники обсудили вопросы реализации национального проекта «Наука и университеты» и федеральных программ. Что представил Казанский федеральный университет и какие предложения прозвучали для развития научно-технической составляющей, расскажет Карина Саяхова. Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы «Десятилетием науки и технологий». Оно включает в себя комплекс инициатив и проектов, которые направлены на усиление роли науки и технологий во всех сферах жизни общества. Университеты страны активно включились в подготовку и проведение этих мероприятий. Накануне в зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание рабочей группы номер 4 по привлечению федеральных средств в экономику Республики Татарстан, возглавил которую депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Ельмуддинов. В заседании также приняли участие председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамиль Хайрулин и представители вузов города. Казанский федерально был представлен в лице Марата Софиулина, проректора по вопросам экономического и стратегического развития. Ключевой темой встречи определили ход реализации проекта наука и университета и федеральных программ в Татарстане в 2023 году. Мы понимаем, что нужно активно использовать науку, особенно вузовскую науку, вузовское образование. Весь мир, в принципе, так работает, потому что основные специалисты, ученые там, молодые силы там, и нам нужно вот эту возможность реализовать в конечные продукты, во взаимодействии с предприятием, организациями. Коллеги обсудили успехи текущего года и поговорили о задачах на 2024 год. По словам руководителя рабочей группы, у татарстанских вузов очень высокий научный потенциал. Они включены в 49 федеральных программ, в том числе в области науки. Важно отметить, что Ильдар Гельмудинов обозначил четкую позицию по поводу бюджета на следующий год. Уменьшения финансирования программ в области науки и поддержки высших учебных заведений не будет. Наоборот, предполагается увеличение. Марат Софиулин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития, выдвинул предложение, связанное с экспортом образования, направленностью на улучшение условий для развития технологического предпринимательства. Сам Федеральный университет высказался о той своей работе, которая есть. Есть вопросы, есть проблемы, есть предложения, может быть, даже не столько проблемы, а есть интересные предложения с их стороны. Дальше как нам развивать научную составляющую, техническую составляющую, как ее приземлять в производство, те интересные разработки в основном федерального вуза, как их реализовать, что для этого нужно сделать, чем мы можем быть полезны депутатский корпус в работе на федеральном уровне, в законодательстве, в министерствах ведомств. Как нам решить вот эти проблемные узкие места, о которых он говорил, это вот для нас очень важно. По крайней мере, я некоторые вещи первый раз слышу, поэтому такая совместная работа, взаимодействие, она очень полезна. Вы знаете, сейчас очень сильно поменялась внешняя политическая обстановка, но и, соответственно, вуз требований к вузам к модели развития тоже принципиальные, но в стране требуется сейчас ускоренное решение вопросов импортозамещения, импортоопережения, но и, соответственно, переформатирование модели вуза требует и регуляторных помешательств. Поэтому, в соответствии с нашей программой, наш вуз, вы знаете, ежегодно отчитывается на государственном совете по своим результатам, но отчет отчетом, а важно текущая работа. Ильдар Гельмуддинов выразил благодарность Казанскому федеральному университету за возможность на своей площадке послушать представителей вузов. Далее, в рамках встречи участники отправились в лабораторные комплексы института физики и химического института имени Бутлерова Казанского университета. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Казалось бы, амбициозному молодому человеку найти работу по душе не составит труда. Однако каждый третий россиянин по той или иной причине сталкивается с неудачами. Почему? Причин может быть много. О них поговорили в Институте фундаментальной медицины и биологии на проектно-аналитической сессии для центров карьеры Приволжского федерального округа. Эксперты из разных университетов в формате командной деятельности погрузились в проблемы молодежи, а также помогли выстроить эффективную стратегию развития карьерных мероприятий. Эксперты карьерных центров каждого из приглашенных вузов собрались на одной площадке, чтобы поговорить о результатах работы, о стратегии развития и подходах к проведению карьерных мероприятий, о роли центров карьеры в молодежной политике и о многом другом. Проектно-аналитическая сессия, безусловно, подчеркивает важность построения качественных отношений между вузом и его сотрудниками. Если вовремя не решить проблему, это может привести к ухудшению качества образования и потере кадров. Казанский федеральный университет – это очень большой университет, и достаточно много сотрудников уделяют внимание студентам для того, чтобы помочь им простроить свой профессиональный трек. Есть всевозможное разнообразие форматов, где участвуют студенты – это карьерные мероприятия, онлайн-марафоны и контент в социальных сетях, которые для ребят специально готовятся, по работе в Казани и в Приворском федеральном округе. Мне кажется, ребята как раз один из немногих университетов для такого богатства, объема информации для студентов. Это уже не первая федеральная сессия. В рамках сегодняшней сессии коллеги будут работать действительно в таком командном формате, с помощью мозговых штурмов, с помощью командной работы, индивидуальной работы. Будут работать условно над двумя большими темами. Карьерный рост важен в любой профессии и в любой организации. Для этого и были созданы центры профессиональной поддержки сотрудников в карьерном развитии внутри конкретной компании с учетом ее специфики, возможностей и потребностей. Подготовка к поиску хороших стажировок и постоянная работа для будущих специалистов начинается задолго до выпускного. Именно этим в вузах занимаются центры карьеры. Представители Миноборнауки и вузов обсудили, как они могут выстроить свое взаимодействие, чтобы получить желаемый результат. Во всем, что нас окружает, во всех социально-экономических процессах, во всех просто продуктах, в перилах даже, которые мы видим здесь справа, есть частичка университета. Университеты связаны с абсолютно всем, что нас окружает. Вот каждым элементом, если какой-то элемент плохо работает или что-то нас, какой-то процесс не удовлетворяет, мы считаем, что он неэффективен, скорее всего, где-то в том числе недоработал университет. Представьте себе, университеты каждый год выпускают 750 тысяч человек в экономику, социальную сферу. То есть какой генетический код, заложен студентов, какой мейнсет заложен студентов, такой потом и будет после какой-то временной отсечки экономика и социальная сфера. Поэтому нам очень важно, чтобы и на проектно-аналитических сессиях, и в рамках просто ежедневной работы, которую мы проводим с центрами карьеры, центры карьеры принимали на себя эту роль, определяли свою программу развития, как вот университет защищает сейчас программу развития в приоритет 2030, также центры карьеры защищают свои внутренние программы развития, определяя свой потенциальный эффект для университета, разгоняя его в ту сторону. На мероприятие были приглашены эксперты не только из республики Татарстан, но и из других регионов Привожского федерального округа. Коллеги представили свои идеи и размышления по теме встречи, проанализировали и разобрали статистику мероприятий, данные по востребованным профессиям и многое другое. Проектно-аналитические сессии центров карьеры проходит уже не первый год. Это вторая встреча у нас в Казани, да, в прошлом году также мы встречались здесь, в вашей республике, в Казани. В этом году традиционно тоже мы собрались именно в этом городе. Здесь представлены наши коллеги из других университетов, других центров карьеры всего Привожского федерального округа. Ежегодно такие мероприятия проводятся с целью знакомства, обмена опытом, там, кругу говоря, транслирования каких-то передовых методов и навыков, которые мы используем в своей работе. В рамках проектно-аналитической сессии рассматривали решение двух основных вопросов. Разработка оценки качества занятости и правильный подход к привлечению молодежи для работы на предприятиях. Центр по организации временной занятости обучающихся департамента по молодежной политике Казанского федерального университета дает возможность начать карьеру со студенческой скамьи. Специалисты центра регулярно размещают актуальные вакансии, информацию о стажировках, а также проводят карьерные мероприятия с ведущими российскими и мировыми компаниями. В этом мероприятии у нас принимают участие вузы, вне зависимости, кому они подведомственны, то есть Миноборнауки России, Минсельхоз, Минздрав. Принимают участие все представители вузов. Среди участников это проректоры университетов, это руководители структурных подразделений, которые руководят работы по развитию карьеры и трудоустройства обучающихся. Проектно-аналитическая сессия помогает выстроить полноценную работу карьерных центров в университетах Привожского федерального округа. Эксперты наметили планы на будущее, а также разобрали важнейшие вопросы, от которых зависит судьба будущих выпускников. Главное не забывать, высококлассные амбициозные специалисты востребованы в любое время года. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Александр Кузнецов. Универновости. В Казанском федеральном университете стартовал 12-й международный молодежный симпозиум по управлению экономикой и финансов. Торжественное открытие прошло в стенах одноименного института. О пленарных заседаниях, докладах ведущих экспертов в своих областях, мастер-классах и интерактивах расскажем в сюжете. Уже 12 лет Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета проводит симпозиум, который позволяет студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантам, соискателям или молодым ученым без ученой степени и учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования расширить свои познания и окунуться в бизнес головой благодаря кейсам, которые партнеры и организаторы подготовили для них. ИСМИ в 2023 – это крупнейший форум с обширной программой из выступлений от ведущих спикеров из мира экономики и бизнеса, мастер-классов и лектория, куда специально пригласили управленцев популярных компаний. На торжественной части мероприятия выступили директор Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Наиля Богоудинова и заместитель директора по научной деятельности Ленар Софиулин. Мы же говорим, что научная работа у студентов, что такое научная работа у химика, у физика? Это опыт, это прикладные какие-то вещи у биолога, там белый халат, лаборатория. У нас нет как таковых лабораторий белого халата. Наша научная работа – это изучение массива литературы и какие-то определенные выводы по тому или иному вопросу. И они выливаются в какие-то тезисы, в какие-то статьи, в какое-то свое мнение. Оно или остается таким, или оно меняется. Ну, где-то как-то так. После приветственных речей руководства Института в актовом зале началась пленарная часть симпозиума, где были затронуты самые актуальные темы сферы экономики и бизнеса. Так, доцент кафедры инноваций и инвестиций Кирилл Ермолаев рассказал слушателям об особой программной платформе, которая упрощает и делает доступнее научные исследования в целях развития экономических вопросов бизнеса. Следом на сцену вышла доцент кафедры экономики производства Эльвира Гатина с лекцией о нашумевшем разделении поколений и о том, чем отличается отношение к потреблению у людей, родившихся в разные периоды 20-21 столетий. После выступления слушатели могли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы. Нашими участниками являются студенты, магистранты, молодые ученые, которые хотят себя проявить в научной деятельности. И спектр и география нашего молодежного симпозиума очень широка. Сегодня, например, у нас будут спикерами и Санкт-Петербургского госуниверситета, Марийского госуниверситета, Южного федерального университета. И ежегодно мы собираем более 500 участников на наш симпозиум из большого количества городов России. Параллельно с событием в актовом зале в стенах Института управления экономики и финансов развернулся самый настоящий кейс-чемпионат финансов. Студенты прослушали образовательные лекции от партнеров симпозиума, а также поделились своим опытом ведения бизнеса и подготовили для участников ситуации, возникающие в реальных условиях деловых отношений. Через некоторое время члены жюри огласят победителей, которые, в свою очередь, получат возможность стажировки в крупных компаниях. Это станет главным призом. У нас есть партнеры. Всего у нас шесть партнеров. Это компании с разных абсолютно сфер. И в час 00 мы отдаем им кейсы. То есть это реальные проблемы бизнеса. И участники, получается, на протяжении двух часов решают данные кейсы. И на следующий день, завтра, в продолжении мероприятия, они защищают уже эти кейсы перед членами жюри, перед нашими экспертами. Сегодня я присутствую здесь как представитель компании партнера данного кейс-чемпионата. Мы сотрудничаем с кейс-чемпионатом Financer уже, насколько я помню, лет 10. Для нас это, прежде всего, скажем так, кузница кадров, потому что здесь присутствуют самые-самые яркие, самые активные, самые энергичные студенты. Отметим, что генеральным партнером 12-го международного молодежного симпозиума по управлению экономикой и финансов выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Валерия Карташова, Ленаргий Затуллин, Универновости. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!